Я работаю в ветеринарном центре «Калибрия» вместе с Еленой Андреевной Кадочниковой. И сегодня нас хотели представить про такую чудесную страну, как супер-волюс. И очень, ну, такая для нас, для репродукционных системы, это ритуальная препарация. На самом деле, мы про него знаем, ну, не очень много, наверное, вот если так сформировать, в практике, врача-терапевта, он не очень часто используется. И сейчас погромче, я надеюсь. Буду вот так вот держать. Ну, как бы, лучше сделать не могу. Ну, отлично, знаете, будет сидеть в зубах с микрофоном. Короче, супер-волюс прекрасный препарат, на самом деле. Но мы без него вообще работу свою, как репродуктолога, в принципе, не мыслям. И я-то с ним познакомилась сто лет назад уже, когда давным-давно, еще, может быть, лет восемь назад, мы одним из первых поездок были на Сожеровке, в Альфорт-Кольч, в Париж, к нашему любимому, дорогому Аллан-Кембону. И такое вот глубокое знакомство с супераларином случилось тогда, когда я увидела, ну, когда мы были на Сожеровке, и в этот период наш любимый профессор проводил исследование супераларина, связанное с стимуляцией овуляции хит. И очень забавная вещь. И тогда вот мы про этот препарат уже достаточно много информации знали. И это действительно было такое вот первое применение для нас, ноу-хау офф-лейбл, которое не было прописано там в стандартных инструкциях и рекомендациях. Да, действительно, он имеет вот такой волшебный текст, как стимуляция овуляции. Но, однако, некоторое время назад, не так давно он появился у нас на отечественном РЭДе, я не помню, честно говоря, года два или три назад, даже три или четыре. И сейчас он доступен, сейчас он широко используется. Если посмотреть на инструкцию, основное его применение зарегистрировано. Это именно медикаментозная кострация кобелей. Ну вот, начнем мы с того, что поговорим про то, что зарегистрировано, про то применение, которое вы можете использовать в клинической практике, нам там за это еще не видеть. Маленькая стряска, клиническая задачка. Есть у нас собачка Джек Рассел Терьер один год и три месяца. Ну, как мы знаем, Джек Рассел Терьер, наверное, кто сталкивался, кто-то слышал от владельцев отзыва об этой прекрасной, любвеобильной породе собак, это собаки, которые достаточно регулярно страдают повышенным либидо и могут там делать садки на хозяев, на сейх хозяев, избирательно, на какие-то предметы интерьера. И вот этот мальчик был представлен с лимитой для осмотра по поводу стрельнических выделений в трипусе и бескомфортного болезня на чистой спазе. И при осмотре у него был диагностирован пролоксурет. Такой вот, если посмотреть на фотографию, воротничок вытарчивающий из уретры. Ну, это патология, которую мы знаем, лечится хирургически. В принципе, как правило, может быть ассоциирована со всякими уретритами. Не знаю, почему нет фото, к сожалению. Не могу ничего сказать. Есть. Значит, любые у вас только нет, к сожалению. Ну, так вот, эта патология лечится хирургически. Может быть, у некоторых пород. Породная предрасположенность, как, например, у английских бульдогов. У некоторых кабельных это случается из-за той же самой интенсивной мастурбации, из-за уретрита, из-за воспаления. И, к сожалению, кроме как хирургической коррекции именно вот в этой области, мы больше придумать ничего не можем. Но при опросе было выяснено, что кабель достаточно регулярно мастурбирует. И, действительно, у него либидо достаточно конкретно выраженное, и влагирует все это немножко. Он начинает напрягать, и делать с этим они что-то прям своими силами не могут. Но варианта кастрации в этом случае рассмотрен не был, потому что кабель потенциально является огромным ценным. И, как бы, дальше-то что с ним делать? Если он будет продолжать мастурбировать, то он может быть рецидит проблемы. И, если мы не прооперируем, может быть рецидит проблемы с мастурбатом. И, как бы, еще и психологический момент. И, в этом случае, что мы можем предложить? Если мы предложим владельцу информативной только кастрации и коррекцию основной патологии, то владелец от нас будет недовольным. Потому что кастрация как терапевтический план для него не подходит. Что же мы можем в этом случае сделать? И сейчас мы уже начинаем понимать, что у нас есть такой вот волшебный имплант с апреллорином, который может на какое-то время, от полугода до года, зависит от размера кобеля, обеспечить все медикаментозные кастрации. При этом достаточно обратимые, обувенчики остаются на месте. И в момент прекращения действия импланта у нас будет нормальный племенной кобель. За это время мы можем решить проблемы с кролоксом, за это время мы можем подкорректировать поведение и дальше как-то сохраняться от развития повторных ресурсов. Что мы можем сделать для того, чтобы успокоить людей? Предложить медикаментозную или хирургическую пространство. Немножко интересный фактор. На самом деле, действительно, достаточно большое количество владельцев, некоторых поросов, некоторых кобелей, не кастрированных, не стерилизованных, имеют проблемы, связанные с силовым поведением. Есть несколько специалистических исследований, которые показывают, что в Америке, например, около 90% владельцев кастрированных кобелей хотели в момент кастрации и ставить именно один или несколько типов поведения нежелательного, связанного с половым поведением. Например, в Германии процентов 76 кобелей до кастрации демонстрировали нежелательное поведение. В Дании 46% кобелей кастрировали именно из-за нежелательного сексуального поведения. При этом из них около 20% побеги, 19% гременирования, 11% ночевной резки и около 6% страх. То есть не всегда у нас показания на кастрации являются именно в отличие какой-то патологии, из-за которой мы можем сказать, что да, действительно, кастрация показана кандидатические показания. Иногда это психологические проблемы или проблемы любви безбирочной. И было достаточно интересное исследование во Франции, проведено не так давно, всего в 16-м году. В исследование включили 366 владельцев не кастрированных кобелей. И около 70% владельцев сообщили, что, по крайней мере, одно из проявлений нежелательного поведения они на своей собакой наблюдают. То есть ночевые метки, побеги, агрессия либо междугидовое стоминирование и кастрации. При этом почти 90% этих владельцев считают это поведение ненормальным. И около 33% по этому поводу беспокойства кастрации. И самое смешное или удивительное, что большая часть владельцев этих кобелей негастрированных никогда не пробовали проблему обсудить с ветеринарным врачом. Добавно. То есть к нам с такими вопросами приходит лекарство тоже достаточно редко. Но у нас у средств пациентов немножко кастрированные. Сейчас я напишу, сейчас поддержку. Связано это с тем, что к нам идут наклеенные кобели или племенные институты, в которых мы лечим от проблем, связанных с вертельностью. И очень редко к нам приходят жаловаться наоборот на ибиточные либидо, а наоборот, те, кто к нам приходят, стараются властвовать ибиточным либидо. Поэтому нам как-то в этой своей практике сделать вывод о том, что людей это в целом может не устраивать, достаточно тяжело. Но в среднем те исследования, которые есть у нас с рукой, мнения наших коллег, говорят, что действительно есть проблемы, связанные с неживательными поведением, которые обычно заключаются именно в ночевых метках, в проявлении либидо в виде садок, в побегах и агрессии на других животных. Что в таком случае, простите, пожалуйста, что в таком случае мы обычно рекомендуем? И что мы можем сказать? мы можем в этом случае достаточно часто сказать, что, ну, по крайней мере, проблему либидо может решить кастрацию. Возникает вопрос, так ли это на самом деле? И связаны ли вот эти вот все поведенческие изменения, которые мы наблюдаем, которые мы не наблюдаем, которые нам не нравятся, или комфорт, связаны ли это с действием с влиянием тестостерона? Того, что кастрация решит только один. В этот момент она уберет не только болельщики, которые имеют косметические и сосудистые для многих половинок, она еще и уберет тестостерон из организма. Видите это работать или нет, непонятно. Как ни странно, у меня есть такой случай, один из изрезавшихся в мост навсегда, это тоже история тоже с джекрасовым карьером. Я вот не знаю, полюбилась мне эта порода, пока мы делали эту презентацию. Это уже взрослый джекрасовый карьер, возраст идет чуть больше полутора лет. И по поводу кастрации этого кастрация показало именно нежелательное половое поведение, связанное с садками. В том числе и на членов семьи, на хозяина основного, на детей, на игрушки. И дети в таком припубертатном возрасте, конечно, владелец в ближайшем они в жизни, не наблюдали, как следили все это, там, мучают бедные, несчастные игрушки, подлокотные или еще что-то. И кастрацию этого кобеля провели в возрасте года три месяца. И через четыре месяца после кастрации владелец этого кобеля пожаловался на то, что половое поведение не изменилось никак. То есть, количество садов, которые в этом делу, в принципе, практически не снизилось. И первый вопрос, который возник из владелец этого кобеля, может быть, у него есть третий сериалит, который тоже надо удалить. А бывает ли такое? А бывает ли еще источник кастерон в организме и кобеля, как семечки? Что самое смешное, в этом случае, когда к нам приходит пациент на прием, с жалобами, что мы кастрировали кобеля некоторое время назад, и он все равно, как мучает свою любимую гусь, например, как прыгает на ноги, так он и продолжает прыгать. В первую очередь, ну, о чем можно подумать? Ну, например, у меня в первую очередь возникнет всегда вопрос о небывленном моменте пространства, потому что это частенькая история, с которой мы сталкиваемся, когда один семьюник, например, удаляют из мошонки, а тот, который в брюшной полоски считает, что его не существует или еще что-то там не считают, не знаю. Ну, короче, он встается в брюшной полоски и кобель, как там, имеет нормальный гусь, который он так сменит. И проверить это можно, наверное, симуляционным тестом. Но эта история немножко не об этом, потому что, по секрету вам скажу, что владелец этого прекрасного кобеля был совершенно и есть совершенно замечательным фирменом с прекрасными руками, которого заняли в последние, там, последние 16, господи, боже мой, когда это пришлось дошло, что в 16 лет. И хирургическая техника этого человека не вызывала мне никогда никаких вопросов. Поэтому то, что он доподнанно отрезал ему два семянника, и они были в мошонке, вопросов у нас не вызвало. И что же тогда делать? Потому что третьего семянника у кобеля быть не может. И в эмбриогенезе образуются два, может быть один, но это крайне редкая история. И что же делать дальше? Как корректировать это поведение, если тот вариант, который мы обычно предлагаем с вами, это кастрация, он уже был испробен, не помогло. Почему так может происходить? На самом деле, очень интересно, но есть понятие либидо, есть понятие гиперсексуальное, есть гормонобусловленные проявления, есть поведенческие проблемы, это две большие разницы. Гормонобусловленные, это тоже действительно вызывает эффект тестостерона, а поведенческие проблемы, это уже отчасти связя зооп-психологии. Если под либидо мы принимаем сексуальную мотивацию, то есть кобель подошел к сухе, уникал, ушел на стечке, сделал усадки, и повязал, все окей. А под гиперсексуальностью мы принимаем не только сексуальную мотивацию, но и избыточную сексуальную мотивацию, плюс невозможность контроля этой сексуальной мотивации. То есть, наверное, все-таки недостаток в этом плане воспитания. И действительно половое поведение, по статистике, если посмотреть все исследования, которые были на эту тему, все доступны и свежих, и не очень свежих. Можно отнести к, наверное, одному из участков поводов для констрации. И условно половое поведение, оно не просто половое поведение и все, а его можно разделить на несколько участков или на несколько областей. Это интерес генитальному тракту с суком и эрекцию и экуляцию. И снижение вот этих проявлений при хирургической кастрации оно по разным исследованиям составляет примерно, после кастрации на хирургическом составляет примерно 50-70%. При этом есть достаточно большое количество исследований по этому вопросу. Все они сводятся в 50-70%. То есть 100% гарантия, что вот если кобель делал сапку на ногу или на игрушку, что это пройдет после кастрации, мы все прекрасно понимаем, что это дать не может. Именно поэтому мы там, когда на кастрацию забираем котов, у которых уже есть какое-то формированное половое поведение, они как-то его проявляют, там метки ночевые или что-то еще, то в этом случае мы всегда должны предупреждать владельцев, потому что кастрация сделана, но привычка, она может остаться. И, действительно, при кастрации есть еще такая проблема, что иногда это половое поведение направлено на людей, и тут снизение вот этого нежелательного признака у нас после хирургической процедуры примерно на 57%. А садками собак примерно на 40%. То есть, ну, эффект примерно 50 на 50. Либо поможет, либо нет. А вообще интересный вопрос, почему они это делают. Садки всегда не садки, это равно либидо, это равно сексуальная мотивация. Но на самом деле у собак с садками это проявление не всегда либидо. Потому что вы наверняка замечали, что там есть собаки, которые на людей реагируют, но на людей не сходит либидо. Это на самом деле не всегда либидо. Это иногда может быть какая-то психологическая проблема. За одним маленьким исключением, сейчас скажу про него, иногда садки происходят вот таким вот образом. Сейчас скажу. Когда кобель делает садку, но почему-то он ее делает задомный период. Это он такой глупенький и ошибся, или это он просто описаться и что-то другое совершенно хотел сказать. Ну, тут вот прекрасная фотография, которая демонстрирует садки на других животных. Здесь прекрасная фотография, которая демонстрирует садки на предметы окружающие, быта интерьера и окружающую среду. И, ну, на этой фотографии кто не видит, тут кобель пытается повязать гуся. Вот. И наверняка люди, которые когда-то были щенки дома, пометка щенков замечал, что некоторые щенки там в возрасте еще полутора-двух месяцев тоже в процессе игры могут делать садки. Что самое интересное, такое тоже наблюдается достаточно часто. Неужели у этих малышей уже там есть какое-то сформированное половое поведение? Да нет, конечно, я вспомоляю. Несекретные тестостероны нормальные начинаются с четырех месяцев, и только потом развиваются. Примерно в зависимости от породы, у кого-то раньше, у кого-то позже. Но в этом возрасте несекретные тестостероны наблюдать не должны. Это даже вопрос, почему? Почему они это видят? И те садки, которые обусловлены именно либидо, именно тестостероном, они действительно имеют специальную мотивацию. Это действие направления на продолжение рода, есть обонятельные рецепторы в лесовых ходах, которые способны используют стерамоны течных сух, и кобель имеют характерное достаточно поведение, облизывают губы, глаза сухают, петлю, может вязать ночевую ветку. И в процессе стадок обусловленных либидо, с тестостероном, мы достаточно часто видим такую хорошую, полноценную эрекцию и эвикуляцию. Здесь все понятно. Есть течные сухлые, есть либидо, есть садка, есть лифастрированные победы. что-то должно случиться. Иногда садки могут носить совершенно другой пациент, зоопсихологи, современные об этом прекрасно знают, к сожалению, зоопсихология это как раз не та наука, которая для нас стала актуальна, для нас вошла в нас в рутильную практику, только-только начинает сползать. И вот садки, которые смотрят этот вопрос, выявили, что садки могут говорить о доминирующем сведении, могут быть при движении ненужения или агрессии, например, в общении между собаками. И здесь садка будет происходить немножко иначе, как при нормальной садке во время вязков. Например, когда операция совсем не на таз, а на голову или на полку, садка на плечо, садка на плечо, движения таза будут напоминать срекцию, но при этом эрекция совершенно в этот момент необязательна. То есть как раз вот такие вот садки, они протекают чаще без дирекции. Что еще может быть? Иногда это проявление игрового поведения, и действительно собаки, которые перевозбуждены именно психологически, например, бегут на площадке, друг с другом играют, 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 и бац, у вас носитель собаки носились, играли, висели, и тут одна на другую начнет делать так. То есть, конечно, очень, кстати, особо унижает свой колок, может быть проявлением стресса. То есть, когда действительно собака нервничает, она может делать садки с проявлением перевозбуждения. Бывают определенного рода компенсивные расстройства, и, собственно, и так далее, и тому подобное. И у щенков, как правило, вот эти вот садки это проявление еды здорового перевозбуждения. А что же касается садок на человека, и иногда, когда мы берем садок домой очень рано, в молодом году, и вот это вот хранится между своими, особенно своего вида, и с человеком оно не очень садок, возникают формироваться, то иногда происходит конфиксация у человека, и вот все те причины, не половые причины садок, которые возможны на собак, со стороны одной или другой, могут перекладываться, по сути, перекладываться на человека. Ну и если вы поощрение садок, то может быть проблем, на самом деле, которое может это нежелательное половое и неполовое поведение закреплять, и дальше кобель может его демонстрировать. Например, у меня вчера совершенно неслучайно на работе была такая история, я думаю, что не я одна, которая, не я одна такая история встречалась, мы вчера на днем провозили кобела, давно мы его знаем, кобель лечил себя достаточно длительное время, пока он был добротателем и контролировали его медикаментозно, до поры до времени, пока владельцы говорят, и мы не поняли, если дальше кобель не нужен в разведении, гораздо проще его на данный момент кастрировать. Мы решили кобеля кастрировали примерно трех месяцев назад, операция прошла благополучно, все окей, контроль через две недели после операции показал хороший результат с точки зрения размера простаты благополучия полные, и вчера был такой контроль для визит, там, что это экозеляд постоянная простатина, доброкачественная депрозит, мы контролировали регулярно, и вчера его привозили как раз на контроль перед совсем отпустить свободное плавание по поводу размера простаты, по поводу внешних видов, мы его посмотрели, простаты выглядят замечательно, и надо было взять у мальчика анализ мочи, и перед забором мочи я самолично промыла припуске хлородоксидинчиком, и выпускаем дальше водным плавным сладком, синтезы этого кобеля мы делаем редко, только тогда, когда это действительно необходимо, кобель достаточно возбудимый, очень стрессует при попытке уложить на стол, и в процессе понимания хлородоксидином плавого члена развелась конкретная нормальная эрекция что за чудеса кобель кастрирован 3 месяца назад нормально это? нет? было такое у вас? нет? напишите мне что-нибудь я сейчас подвижу а там не случайно такое ощущение, что я вещаю в стену чтобы кастрированный кобель вам демонстрирует такую хорошую нормальную полноценную эрекцию и я не знаю бывает порой и ничего в этом такого нету и это действительно не на самом деле у них может и чаще и дольше сохраняться и это может оставаться пожизненно и действительно постепенное там уменьшение вот этих проявлений оно может происходить в течение половых после кастрировки более длительного периода времени и давно кастрированных кобелей тоже возможно получить рэпс в нормальной ситуации даже некоторые кобели способны будучи кастрированными уже давно совершенно замечательно делают свои любимые игрушки и могут даже эвикулировать небольшой объем простатической фракции и это совершенно не говорит о какой-то того чтобы одно и все и мы просто не удалим ну у этого кобеля до момента сейчас покинутику до момента собственно кастрации клиники несколько раз проводили забор спермами спермограмму и ну знает видимо этот кобель у меня не самой плохой стороны то есть я не всегда втыкаю в уголку в живот чтобы получить мочу иногда он что-то хороший от нас видел и сейчас с помощью у меня почему-то перестали листать слайдом сейчас попробую что-нибудь сделать по звуку может что-то подскажет по поводу звука может быть я что-то не так делаю и когда я наклоняюсь в компьютер в него выключу и что-то что-то Давайте так походим. Так лучше интересно. Сейчас я могу методом только третий пить, а здесь получится. Сейчас у нас техническая поддержка попробует сделать с микрофоном. Давайте я покажу. О, отлично. Ура! Ну что, сейчас так лучше? Супер, супер, супер. Ес, ес, ес. Отлично. Мне без гарнитуры, честно говоря, тоже комфортно. Это у меня уже ухо, мне кажется, сейчас поплывет. Ну, короче, есть исследования, те, которые гласят, что происходит с кобелями до и после и с их проявлениями нежелательными, в том числе половым. И одно из исследований, очень забавное, оно продемонстрировало, правда, это исследование 70-го года, но однако же, что при кокуляторном поведении, ну, то есть вот тот перечень процессов, которые делает кобель, когда он там знакомится с сумкой, ухаживает за ней и пытается делать садки. При хирургической кастрации практически не меняется. Что, там, вы возьмите кастрированного опытного кобеля, там, или не кастрированного, они будут делать все то же самое, когда хотят проявить свою либиду. И единственное, что меняется, это пролонгируется время для успешной садки, то есть больше попыток нужно для того, чтобы все это закончилось замком. И это достаточно забавно, то есть у нас кастрированный, нормально кастрированный кобель, полноценно кастрированный, без тестостерона, может ухаживать за сумкой, проявлять, пытаться делать садки и даже повязаться и встать в замок. Но только делать он это будет дольше, а, что говорит там о снижении либиды, например, замок будет короче, то есть длительность вот этого, собственно, замка, она будет короче. И, ну, тут просто какое-то катастрофическое количество причин, которые могут влиять на фактор успехов снижения либиды после хирургической кастрации. Мы, к сожалению, все их, ну, вот так вот очевидно исследовать не можем. И не всегда они прозрачны до проведения хирургической операции. Есть даже какие-то вот действительно породные предрасположенности, там есть породы более чумочетчей в этом плане, есть породы менее чумочетчей в этом плане. Есть еще одно нежелательное поведение, с ним сталкивается много владельцев, и это касается такого эффекта, как побеги, когда кобель убегает за течный сука. Вот что касается побегов, здесь надо принципиально разделять два типа проявлений этого полового поведения. Первый вариант – это побеги, когда в радиусе, понятном нам, ну вот нам с вами, человеку, есть течная сука, и мы знаем, что там через три дома в деревне течет сука, и наш кобель там целыми днями не жрет, не пьет, сходит с ума, копает в подкоп и пытается сбежать с участка для того, чтобы там к ней поближе и вообще совершить то, что предначето на природе. И второй вариант побегов – это когда мы не понимаем, есть ли очевидный признак или нет, ну причина, есть ли очевидная сексуальная мотивация для побега или нет. Тут вопрос очень скользкий, можем ли мы разделять вот два этих типа, всегда ли мы понимаем, какой конкретно мотивацией пользуется кобель, когда сбегают там от нас с участка, делают подкопы, но надо помнить, что феромоновые стимулы, которые у нас присутствуют от сука, они могут распространяться на достаточно огромные дистанции, и то, что мы с вами не знаем, что в деревне какая-то девочка течет, мы доподлинно ее не видели, соседи нам об этом не сказали, не значит, что наш кобель вдруг решил сбежать просто так. То есть не всегда очевидно и понятно, какая конкретная мотивация движет кобелем во время побега. Ну и про суп мы наверняка неоднократно слышали, ну по крайней мере мы, как репродуктологи, сталкиваемся с этой проблемой вообще катастрофически часто. То есть у нас сезон непорочного зачатия открывается обычно по весне и по осени, когда девочки с участка делают подкопы, совершенно феерично сбегают, вяжутся, прибегают обратно, это все происходит в течку, то есть это тоже такая очевидная сексуальная мотивация. Ну, однако уж все равно снижение в среднем прослеживается и оно тоже там по разным исследованиям может иметь эффективность там после кастрации снижения примерно на 50-70%. В некоторых случаях может иметь там до 90% успеха вот эта вот интенсивность побегов и частота этих побегов. Ну, давай, детка. У меня слайд переставится. Так. Есть еще один параметр, который связан с агрессией. Он может проявляться не только агрессией, но там кобель-кобель, кобель-сука. Иногда это может быть между видами агрессии, то есть есть там тоже массивные исследования, которые разделили этот вариант агрессии на много-много-много параметров. Это может быть там агрессия на членов семьи, на детей, на нечленов семьи, то есть на посторонних людей, на посторонних детей. И вот эта вот агрессия, она может иметь много-много разных оттенков. И агрессия, например, между кобелями после кастрации в среднем улучшается на 60%. Тоже по разным исследованиям, такой вот среднечковый параметр. И что касается проявления агрессии в виде доминирования, как правило, не зависит от кастрации. И что самое интересное, в большинстве исследований подтверждено, что это минимально гормонозависимая проблема. То есть когда у нас собака может проявлять агрессию на каких-то членов семьи, на какого-то конкретного члена семьи, когда это может быть агрессия между видами, действительно связанная с доминированием, не всегда очевидно и прозрачно, почему это происходит. Но однако же это может быть не связано с тестостероном вовсе. И, например, при социализации на человека, если эта агрессия может быть вызвана именно социализацией на человека, когда собака воспринимает человека как свой вид, когда мы там того же самого фиксации на человека есть, того же самого щеночка рано забрали, он там всю жизнь рос с нами и других, собственно, особо особей собак в принципе не знает, то действительно иногда вот эта вот кастрация снижает агрессию только потому, что на человека эта агрессия может быть связана именно с половым поведением, а не с вот таким вот агрессией, доминированием как таковой. Я почему-то не включаю эту ссору. Спасибо. 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 О, заработала. Отлично. Ну, опять-таки, вот, собственно, одно из исследований разделило агрессию на кучу вариантов, и после кастрации мы видели улучшение, например, агрессивного поведения собак вне дома на 52%, в пределах дома на 26%, против членов семьи на 22%, то есть против нечленов семьи, то есть посторонних людей, против членов семьи улучшение этого признака примерно на 9%, то есть именно внутри дома, видимо, чаще именно доминирование проявляется. Между кобелями есть улучшение порядка 50-60%, направленное на сук порядка четверти улучшилось, и направленное на другие объекты улучшение не отмечали. И самое интересное, что вот исследование 97-го года на 23 собаках, оно продемонстрировало, что у одной собаки вот этот параметр агрессии за пределами жилья против нечленов семьи и членов семьи после кастрации усилился. То есть представьте себе ситуацию, когда к вам пришел человек, клиент ваш, там, любимый, старый, давний, у него есть какой-то невменяемый злобный кобель, которого он хочет кастрировать, чтобы он хоть как-то вел себя поспокойнее. Мы говорим, да, кастрация должна помочь, и он к вам через, там, три месяца приходит, а он стал еще звериннее, и он, там, всех строит, всех дрючит и на всех швыряется. Хороший ли это эффект? Нет. Должны ли мы думать о том, что мы можем усугубить проблему, хотя это очень небольшой процент вероятности? Должны, и должны это обязательно знать и понимать. Сейчас, секунду, у меня просто слайды не перелистываются сразу, они перелистываются в замедлении. Ну, то есть, когда мы говорим об агрессии, то у нас часть ситуации, она может иметь ответ со знаком минус. Не очень это удобно, не очень это хорошо. Все, попробую еще раз обновиться это. Да, все, работает. Что касается других аспектов поведения, исследовались, в том числе, в разных исследованиях игрового поведения, что, в принципе, по собакам не изучено, и есть данные противоречивые по разным видам животных, например, у крыс и у хорьков противоположный эффект. То есть, у одних игровое поведение у костратов снижается, у других игровое поведение улучшается. Что касается пугливости, в целом, тоже по собакам противоречивые единичные упоминания, и нет вот такого, что если мы кастрируем кобеляли, не кастрируем, у нас вот этот параметр улучшится. То есть, здесь мы ничего такого, ну, однозначного сказать не можем. Но вопрос, конечно, когда мы изучали вот эти вот варианты поведенческих изменений до и после кастрации, после хирургической кастрации в том числе, возникает логичный, если у нас кастрация не дает стопроцентную коррекцию проблемы, опять-таки вопрос как врача общей практики нас всегда должен интересовать в следующем контексте. К вам пришел пациент, вы должны ему дать какие-то рекомендации, которые в итоге имеют ту или иную эффективность. Об этой эффективности правильно владельца предупреждать. Если мы уверенно говорим, что это решит вопрос, мы можем споткнуться через какое-то время на то, что совершенно не у всех вопрос будет решен, и это может иметь такой негативный фидбэк. И всегда интересно, а если это какое-то негативное поведение, которое реально владельца беспокоит, и мы что-то хотим с этим делать, но при этом, например, владелец не очень хочет с шашкой на голову кастрировать кобеля, потому что вдруг не будет желанного эффекта, что мы можем предложить. И в этом случае, конечно, достаточно удобный вариант кастрации, может быть в виде суприлорина. Так, простись, ради Бога. Сейчас я притомню. За работу. Удобный вариант действительно может быть в виде суприлорина, в виде медикаментозной кастрации. Почему это может быть удобно? Потому что, наверное, знаете, сталкивались все с этим препаратом, и действительно эффект обратимый, и может этот препарат служить таким вот вариантом теста. Будем ли мы после хирургической кастрации в перспективе иметь те желательные эффекты, которые мы бы хотели вообще получить, в принципе, от кастрации. Или, например, второй вариант – это племенные животные, которые на данный момент пока сию секунду в разведении не нужны, там годик они точно вязаться не будут, а половое поведение сейчас хотелось бы как-то нивелировать, потому что если у вас там есть кабель, который дома все время сношает подушку, это может быть не очень приятно просто в содержании для злодейца. Что такое суприлорина, как он работает? Суприлорина – действующее вещество дислорелин, это аналог гонадотропин-релизинг-гормона. То есть, по сути действия, это агонист ГНРГ, или по сути, по химической структуре очень близкий к нему агент, который при этом имеет тропность к рецепторам ГНРГ примерно в 10-144 раза выше, чем натуральный гонадотропин-релизинг-гормон. Что значит тропность? То есть, он намного лучше прилепляется к рецепторам ГНРГ, чем, собственно, свой эндогенный натуральный ГНРГ, который выделяется головой. Как выглядит? Это такой столбик плотного белого вещества, размером где-то 12,5 мм, толщиной примерно 2,3 мм, который состоит из липофильной биосовместимой матрицы. И внутри этой матрицы замешан, собственно, этот препарат Деслорелин. И в процессе медленного рассасывания вот этой матрицы этот препарат постоянно выделяется, и рассасываясь в течение минимума полугода, он обеспечивает постоянное поступление в организм вот этого вот волшебного Деслорелина или органиста ГНРГ. На российском рынке препарат зарегистрирован в дозировке 4,7 мг, именно 4,7 мг действующего вещества. Если вы посмотрите на упаковку Супрелорина, там, по-моему, будет написано 50 мг, если вы почитаете, действующее вещество именно 4,7 мг. И в природе существует еще Супрелорин дозировкой 9,4 мг, то есть в 2 раза больше действующего вещества там находится. И по эффективности этот препарат просто работает в 2 раза дольше по времени. Вот и все. И что самое важное, зарегистрирован этот препарат для применения в России именно как препарат для медикаментозной констрации кобелей. То есть других показаний в инструкции к этому препарату у нас прописано не будет. Это важно, потому что то, когда мы его используем, то есть ситуация, когда мы его используем для других каких-то показаний, или там у кошек, обязательно надо предупреждать владельца, что это применение в лейбл, в инструкции этого прописано не будет. Но там типа можем, потому что есть куча исследований, которые показают, что это безопасно, эффективно и надежно. Как выглядит имплант? Собственно, поставляется он в таком стерильном чехле. Сейчас я указку включу. Поставляется он в таком стерильном чехле с проводником и достаточно толстой иглой. Кто хоть раз в жизни видел девайс для установки микрочипа, но вот, собственно, выглядит примерно точно так же. Такой же толщины иголка. Внутри в игле толстый содержится вот этот столбик белого вещества, самого импланты с прелорина. Вот он внутри этой иглы находится. И внутри этой иглы есть еще стерильный кожух, стерильный проталкиватель, который, когда вы нажимаете, присоединяете, прикручиваете на резьбу вот этот вот инъектор, снимаете здесь крышечку, вот здесь вот крышечку снимаете, дальше прикручиваете инъектор. Собственно, у инъектора он многоразовый. Есть проводник-выталкиватель. Он упирается вот в этот проводник-выталкиватель и выталкивает вот этот вот имплант под кожу белого вещества, собственно, с действующим веществом. имплантируется он под кожу, в любое место под кожу, но классически считается, что это область холки, когда нам нужно его поставить и просто забыть о нем, и все, и до свидания. И если мы рассматриваем те ситуации, когда нам надо его удавлять, но это совершенно не показание для медикаментозной контрации, то тогда он ставится по белой линии живота, в этом случае, если вы поставите имплант просто в холку, то надо помнить, что как и микрочип, который мы ставим, этот имплант может со временем из места инъекции по подкошке мигрировать и уползти ниже. Если мы его ставим по белой линии живота в районе пупка, то в этом случае мы можем с вами совершенно спокойно потом его нащупать и удалить, если нам это потребуется. Как часто можно использовать имплант? Имплант один раз можно использовать на собаку, а вот этот вот стерильный, ой, не стерильный, а многоразовый инъектор, который присобачивается, собственно, к самому одноразовому стержню, игле, внутри которого содержится имплант, его можно использовать один раз. А инъекторы эти, они у нас в клинике там копятся пачками и они ломаются достаточно редко, но обычно в упаковке он продается два импланта по 4,7 миллиграмма плюс один инъектор. То есть вам по-любому будет, чем его поставить, если вы купите хотя бы одну упаковку этого импланта. Вот, и, собственно, как он работает? Самое забавное, все, опять у меня не полистывается слайд. Самое забавное, что все гениально и просто, и работает он тоже достаточно просто. Сейчас я дождусь, когда у меня слайдик появится. У нас есть гипоталамус в организме, который выделяет гонантропин-резингормон. Этот гипоталамус, попадая в гипофиз, мы сейчас говорим о эндогенной регуляции, секреции половых гормонов, этот ГНРГ, прицепляясь к рецепторам гипофиза, присоединяется к ним и дает сигнал о том, чтобы гипофиз выделял некоторое количество ФСГ и ЛВ по мере необходимости именно того, который нам нужен. И дальше фолликово-стимулирующий или тонизирующий гормон, действуя, собственно, на семенники, на клетки семенников, заставляет их выделять тестостерон, который, попадая в органы и ткани мишени, уже дальше работает тем или иным образом. В том числе он может влиять на центральную нервную систему, где тоже есть рецепторы. И вызывать половое поведение. И по механизму отрицательной обратной связи может происходить регуляция секреции ФСГ и ЛГ. Когда у нас тестостерона много, секреция гонадотропинов у нас огнетается. Когда тестостерон перестает быть в большом объеме в организме, то секреция гонадотропинов, ГНРГ, ФСГ и ЛГ усиливается. Что происходит, когда мы имплантируем суприларин? Когда мы имплантируем суприларин, работает он хитрым образом. Логично, что если он агонист ГНРГ, то он должен работать так же, собственно, как гонадотропин, релизинг, гормон. Почему же он тогда прекращает секрецию тестостерона? И после имплантации, первые примерно 2-4 недели, у нас из импланта выделяется достаточно большое количество ГНРГ. И в этом огромном количестве этот ГНРГ начинает, если так можно выразиться, долбить гипофиз. И присоединяется к рецепторам и вызывает такую гиперстимуляцию гипофиза и гиперсекрецию фолликулостимулирующего или тонизирующего гормона. И, естественно, в результате гиперсекреции ФСГ и ЛГ мы будем видеть усиление секреции тестостерона. Но примерно через 2 недели рецепторы в гипофизе к гонадотропин, релизинг гормона, начинают потихонечку гиперсенсибилизироваться. Ну и они перестают просто быть чувствительными в ГНРГ, потому что когда его очень много, очень много и долго, эти рецепторы просто, если так можно сказать, они перестают на него реагировать. И дальше у нас гипофиз считает, что у него нет стимула вообще для секреции фолликулостимулирующего или тонизирующего гормона. И в результате этого семянники ничего не стимулируют для секреции тестостерона. И секреция тестостерона в этот момент у нас прекращается. Но что самое важное, что у нас действительно после имплантации первые примерно 2-3 недели мы можем, ну обычно это примерно 2 недели, мы можем наблюдать вот этот вот эффект взрыва секреции тестостерона. И иногда мы можем видеть усиление проявлений, усиление либидо, усиление всего остального, что в принципе сопряжено с половым поведением. Поэтому обязательно, когда мы устанавливаем этот имплант для медикаментозной кастрации, кобелям надо информировать владельцев, что первые 2 недели они могут получить усиление эффекта вот как бы либидо и всего, что связано с половым поведением. А потом уже дальше мы будем видеть постепенное затухание. Ну и у кобелей это работает достаточно просто. Ставим его там в область холки, имплантируем. И дальше, собственно, гипофиз наш гиперсенсибилизируется, рецепторы в гипофизе ГНРГ гиперсенсибилизируются и постепенно прекращается стимуляция семенников. Семенники перестают секретировать тестостерон, но, собственно, тестостерон перестает действовать на органы мишени. Что происходит с секрецией тестостерона? Ну, тоже достаточно много исследований было из этой области. На самом деле препарат далеко не новый и хорошо давно излучены его эффекты там на кобеле в том числе. После имплантации, после вот этого периода взрыва тестостеронового, мы наблюдаем достаточно длительное и эффективное снижение продолжительностью до 200 дней. И у кого-то дольше, у кого-то продолжительность была до 400 дней. Вот эта вот красненькая полоска, это единственная полоска, особь с плацебо. Вот у нее уровень тестостерона, собственно, вот как был высоким на длительном протяжении, так и остался. А все остальные, кому провели имплантацию, это снижение уровня гормонов на достаточно продолжительный срок, снижение уровня тестостерона. И продолжительность минимальная 6 месяцев, но может быть там достаточно долго. Как он вызывает, собственно, снижение либидо? И помимо снижения либидо, что он еще вызывает? Естественно, вызывает бесплодие, это важно, потому что если у нас есть племенной кобель, и нам надо убрать либидо, и мы ставим имплант для медикаментозной кастрации, то мы этим имплантом приведем в углобесплодие. И это абсолютно нормальная стимуляция, потому что когда нет в организме нормальных уровней тестостерона, у нас нет нормального качества спермы, и качество спермы снижается у кобелей с апрелорином, у нас нет нормальной спермопродукции, то есть объем количества снижается значительно, и снижается естественная либидо. То, что связано с действительностью тестостероновой стимуляцией, все это в итоге приведет к бесплодию. Снижение либидо, как правило, после имплантации, если оно происходит там, то оно происходит обычно после 30-35 дня, после установки импланта. Снижение спермопродукции мы можем наблюдать через 2 недели. Начало снижения спермопродукции, уменьшение объема семенников, мы к пятой неделе после установки можем видеть в 3 раза меньше объем семенников, и это абсолютно ожидаемый эффект. Уменьшение объема спермы можем наблюдать. Дальше последовательно происходит увеличение количества патологий спермиев, и к 35-му дню там можем наблюдать до 70% патологических форм спермиев, и вслед за этим наступает азооспермия, то есть полная отсутствие спермы в якуляте. Продолжительность супрессии тестостерона и действия импланта зависят от того, какой вес животного на момент имплантации. Исследование проводилось на дозировке импланта 4,7 мг. Если у нас есть собаки весом до 10 кг, то у нас средняя продолжительность эффекта от однократной имплантации – это 400 с лишним дней, то есть это практически полтора года. Снижение уровня тестостерона примерно у собак от 10 до 25 кг. Это может быть 300 в среднем дней, и у собак более 25 кг тоже в среднем 300 дней. То есть до года может быть продолжительность эффективности действия этого импланта. При этом у собак весом от 10 до 25 кг самый большой разброс, потому что некоторые особи демонстрировали восстановление продукции тестостерона через 150 дней после имплантации, а некоторые через 500. То есть такая разница от полугода до полутора лет. Достаточно большая вилка. Ну и с крупными и гигантскими все, собственно, более-менее так узенько, там примерно на 200 дней отличается, так же, как и с мелкими. Ну вот, а здесь, наверное, проблема вот в этой группе от 10 до 25 кг наверняка связана с тем, что есть просто большая разница в весе. То есть вот эта вот граница, она очень приобильна. Чем, мне кажется, крупнее собака все-таки, тем меньше по времени импланты будут действовать. Ну и средняя продолжительность действия этого импланты в точке зрения снижения продукции тестостерона у нас примерно до 18 месяцев и примерно 98% собак к 18 месяцам после имплантации имели нормальный уровень тестостерона в крови и нормальную тестостероновую продукцию. То есть восстановление функций у нас происходит максимум через полутора лет, хотя в некоторых индивидуальных случаях может быть чуть дольше. Ну и, собственно, исследования, которые показывают восстановление фертильности после имплантации. Возобновление секреции тестостерона после имплантации. Что происходит с восстановлением фертильности? Бывают такие ситуации, когда приходят владельцы и говорят, что мы сейчас хотим на время поставить имплант суприларина, а через сколько там кобель сможет опять ввязаться? На самом деле, как только тестостерон восстановится до приличных уровней в организме, это еще не равно нормальной фертильности, то есть не равно нормальное качество спермы у кобеля, не равно нормальная плодовитость. И для того, чтобы восстановить сперматогенез, после того, как тестостерон пришел к нормальным уровням, нам необходимо еще в среднем от 5 до 15 недель, для того, чтобы у нас сперматогенез наладился и вернулся в нормальную руку. Просто потому, что без тестостерона нормальный сперматогенез невозможен в принципе. Поэтому это надо иметь в виду, что как только у нас закончат действие эти импланты, у нас семенники начнут набирать объем потихонечку, и нормальная спермопродукция у нас придет с некоторым запозданием. Это может быть и месяц с копейками, а это может быть как бы и 3,5 месяца в принципе. То есть достаточно длительный урок. И как-то ускорить этот процесс, к сожалению, у нас не получится. Что касается сравнения между способами кастрации хирургическим и медикаментозным. Было исследование тоже достаточно массивное, но при этом относительно свежее. То есть последние годы, в которые привело целенаправленное сравнение эффектов суприлорина на вот эти поведенческие проблемы и сравнение хирургической кастрации. Что касается мочевых меток, садок, бродяжничества, после кастрации мы видим в среднем улучшение на 25-40%. И это примерно 90% собак, которые были задействованы. Что касается эффекта суприлорина. У здоровых собак либидо снижается в среднем на те же самые 50-70%. И действительно мы видим, что оно затухает примерно к 35-му дню. Если оно и затухает у этой данной особи, то после месяца мы будем видеть хороший позитивный эффект, если мы вообще должны его увидеть. И действительно нежелательное поведение с точки зрения владельцев отмечалось более чем в половине процентов случаев после имплантации. То есть по эффективности плюс-минус эффекты хирургической кастрации и эффекты медикаментозной кастрации, они друг на друга похожи. Вот это вот исследование, которое проводилось на животных, которое сравнивало эффекты хирургической медикаментозной кастрации, оно оценивало как раз параметры агрессии, половое поведение, игровое поведение, пугливость. И оценка проводилась через примерно 4-5 месяцев после процедуры кастрации. И проводилась она с двух сторон. Она проводилась по поведенческим тестам, которые проводили зоопсихологи. Плюс она еще и проводилась на основании опросного листа, который выдавали владельцам. Ну и что касается сравнения агрессии и пугливости, то, что нас, как правило, достаточно актуально интересует, на основании поведенческих тестов, именно поведенческих, которые проводили зоопсихологи, параметры агрессии и пугливости с их точки зрения через 4-5 месяцев, когда контроль был проведен, не изменилось. Но снизилось по отношению к другим кобелям. При этом в группе суперларины примерно 43%, в хирургической кастрированной группе примерно 47%. То есть процентовка между хирургической кастрацией и медикаментозной у нас с этого аспекта плюс-минус одинаковая. И участие кобелей действительно в этом исследовании тоже около 20% наблюдали усиление агрессии к другим кобелям, что надо иметь в виду, потому что мы можем хирургически кастрировать кобеля, у него вместо того, чтобы эта агрессия ушла, она наоборот только усилится. И что касается параметра пугливости, в группе суперларины пугливость участия животных усиливалась, а в хирургически кастрированной группе этого отмечено не было. Но, опять-таки, достаточно такой субъективный параметр. Если посмотреть на таблицу, то цифры при хирургической кастрации тут и там примерно одинаковые. Поведенческие эффекты. Игровое поведение после кастрации у собак в этом исследовании улучшилось в обоих группах и улучшилось при этом достаточно значительно. То есть примерно половина животных ответила позитивным улучшением. Разницы между хирургической кастрацией и нехирургической нет. Что касается полового поведения, то по мнению именно владельца, по опросному листу владельцев, интерес к течным сукам снизился. И при этом этот сниженный интерес к течным сукам был более низкий в группе собак хирургически кастрированных, чем в группе с суперлариным. Но при этом поведенческие тесты, которые проводились именно зоопсихологами, особой разницы в группе хирургически кастрированных сукриларина и до и после процедуры кастрации не выявили. Может быть проблема в том, что оценка проводилась всего через 4-5 месяцев, и интервал этот более непродолжительный по сравнению с теми исследованиями, которые были проведены в 70-х, 80-х, 90-х годах, потому что там оценка проводилась минимум через полгода. Но однако же эти нежелательные половые поведения не очень-то и у большинства животных проходили. При этом в группе с эффектом усиления агрессии в группе обследованных животных по поведенческим тестам были особи, которые усилили половое поведение именно по поведенческому тестированию, не по опросу владельцев, после процедуры кастрации хирургической и медикаментозной, что самое забавное. Как так может быть, мне не совсем понятно. Но однако же это так. Ну и сводная табличка. Вы меня простите, ради бога, у меня просто слайды подгружаются, которые я видеть могу с таким запозданием, поэтому у меня сегодня день подтормаживания, я буду подтормаживать, терпите. И сводная табличка, которая демонстрирует результаты всех перипетий до и после кастрации, связанные с агрессией, агрессия по мнению владельцев улучшалась, пугливость, робость не изменялась, игровое поведение, мы видим, что оно действительно улучшалось, ну и сексуальное поведение по мнению владельцев улучшалось, но однако же поведенческие тесты нам каких-то данных позитивных не продемонстрировали. Это исследование достаточно объемное, достаточно интересное, очень подробно было все расписано, однако же есть вещи, которые там действительно не учтены, это порода, потому что при выборе группы для хирургической кастрации, для кастрации с уприларином, к сожалению, в группе хирургической кастрации оказалось больше животных мелких пород, а как мы знаем, мелкие породы, они, как правило, более агрессивны, чем крупные породы, а крупные породы у нас были в группе, преимущественно крупные породы попали в группе медикаментозной кастрации, то есть в группу с уприларин, ну и не учтены такие важные факторы, как социализация дрессура при тестировании, то есть это вот в исследовании учтено, при анализе не было, к сожалению, поэтому может быть и результат не совсем такой вот логичный, закономерный, как мы видим, то есть требуется больше раскрывать, видимо, тему. Но однако же на основании тех данных, которые нам удалось накопать в литературе, которые есть, опубликованы, достаточно достоверные, мы можем какой вывод сделать? Ну, по крайней мере, я для себя сделал следующий вывод, что если у нас есть кабель с нежелательным поведением, который обратился на консультацию в врачу, и владелец хочет получить какую-то от нас значимую консультацию, что он сделает для того, чтобы его любимый Джек Рассел не снашал подушку и половину семьи, то тут мы можем предложить альтернативу, потому что если собака не собирается участвовать в клемм-работе или там владелецу наплевать, что будут у него сзади бубенчики болтаться или нет, то мы, конечно, можем попробовать, и попробовать кастрировать, а дальше как бы будет, что будет, информируя владельца о том, что эта проблема может быть не скорректирована. И алгоритм, который указывает производитель, он достаточно неплох, и он достаточно удобен, и он достаточно понятен для врачей, для владелец, что есть такая вещь, как временная медикаментозная кастрация, и мы можем с вами, установив имплант суперлорина, в течение периода его действия оценить, будет ли улучшение тех нежелательных эффектов, меток, побегов, осадок, доминирования, агрессии, которые владелец хочет исправить. И действительно исследование одно из свежих продемонстрировало, что эффекты суперлорина, эффекты хирургической кастрации очень-очень-очень-очень сходные. Получили хороший эффект желаемый, дальше неохота каждые полгода-год ставить имплант суперлорина, потому что это может быть, конечно, экономически дороже, чем хирургическая кастрация, если на круг посчитать на все годы жизни, то тогда окей, можно кастрировать и закрепить этот эффект уже раз и навсегда. Если мы не получили какого-то ожидаемого эффекта, или, например, если мы получили как в описании и в исследовании было указано, что часть собак действительно увеличивает процент агрессивного поведения, то дальше мы уже понимаем, что кастрация, например, этому кобелю не показана, а суперлорин хотя бы имеет обративный эффект, он может улучшиться после того, как суперлорин рассосется, но в конце концов мы можем поставить его в зону попка и удалить его оттуда. Это делается очень легко и быстро. Поэтому такой неплохой тест для того, чтобы дальше делать какие-то более-менее понятные выводы, что с этим кобелем в принципе делать. Я вопрос не очень поняла, просто не стала отвлекаться сразу, с какого и до какого возраста можно имплантировать суперлорин, да господи, с какого угодно и до какого угодно. Самое интересное, что у кобелей суперлорин показал безопасность с точки зрения спермопродукции, восстановление фертильности, восстановление спермопродукции при последовательных четырех имплантациях, то есть когда собаки ставили два года подряд имплант суперлорина и после того, как прекратили это делать, и качество спермы восстановилось до нормального. То есть эффекты с точки зрения племенных цен кобелей, это доказано действительно уже многими исследованиями, они абсолютно обратимы. Но тут как бы надо всегда помнить, что ваш племенной ценный кобель с имплантом суперлорина за эти два года может переболеть тамостроинфекцией мочеводелительной системы, поиметь вследствие этого бактериальный архит, и его семенники могут умереть. И умрут они не из-за суперлорина, а, например, из-за бактериального, хронического, а потом еще иммуно-посредованного архиты. Или, например, другая история, когда у вас вот этот вот Арина Кобель бежал-бежал и в прыжке задел семенниками своими обзаборами и получил такую приличную травму, а травмы для семенников это тоже то, что может там раз она всегда распрощать его со сперматогенезом. То есть вот такие вот моменты надо учитывать, что никто не гарантирует за эти два года, что его там дикую кошку за ядь с ним укусит, простите за выражение, и все с его семенниками будет хорошо. Если за ними следить, как за зеницей ока, то, наверное, все будет хорошо, но случай тоже есть лучше. Но как бы сам суперлорин без сперматогенеза он безопасен и восстановление полной функции происходит. То есть длительное даже его использование и можно его использовать в принципе, но вообще не рекомендуют его использовать прямо вот с ювенильного возраста, рекомендуют его использовать уже после достижения половой зрелости, то есть это в среднем возраст 12-18 месяцев. Нету достаточно данных для того, чтобы гарантировать, что при ювенильном имплантации у собак не видела, что при ювенильном имплантации будет стопроцентно обратимый эффект. Но при этом у кошек очень хороший обратимый эффект при ювенильной имплантации. Было исследование очень интересное на кошках, когда этот имплант водили новорожденным котятам неонатального возраста, там до двух недель жизни, и делали это для того, чтобы кошки такие гиперактивные, гиперсексуальные просто приходили в первую охоту не в 5-6 месяцев, что для них может быть абсолютно нормально. Например, берманские ориентальные породы кошек очень рано могут начинать течковать. А, например, приходят они в охоту в возрасте год-год и три месяца. И это очень удобно для заводчиков, потому что к этому моменту кошка успевает вырасти, сформироваться и восстановление фертильности у них после такой имплантации детской, оно практически с очень хорошим процентом, то есть 80% кошек после установки этого импланта оно приносило потомство. Ну, как бы практически соответствует нормальной фертильности в среднем по кошачьему семейству. Ну, и помним всегда, да, такие вот зануды, я, по крайней мере, такая зануда, которая всегда говорит, что коммуникация с владельцем это очень важная вещь, что нам надо всегда предупреждать о всех тонкостях, вопросах, в том числе, когда мы ставим имплант с уперлорином, надо обязательно поговорить с человеком и рассказать, что вы можете там получить те-то эффекты, те-то эффекты. То есть в каждом конкретном случае вот это вот информирование, оно нам позволяет максимально подготовить владельца к ожидаемым эффектам, к ожидаемым проблемам, которые могут у нас возможно там случиться на пути к успеху. И чем адекватнее проинформирован ваш владелец в момент установки, особенно если он обратился к вам, к врачу ветеринарному для коррекции поведения, тем лучше он дальше будет реагировать на те или иные ситуации, которые будут происходить с кобедом после установки этого импланта. Он придет грамить клинику после того, как у него кобель стал еще больше кусаться, а суприлорин вы ему воткнули. Могу ответить чуть-чуть на вопросы по именно поведенческой коррекции, либо можем пойти как бы дальше. Сейчас меня покасает, а грусть. Никто не хочет вопрос задать? Ну ладно, пойдемте дальше. Есть еще такие применения у соприлорина у флейбл, которые для нас, ну для меня, по крайней мере, как для врача-репродуктолога гораздо более интересны. И эти применения, они не входят в инструкцию, поэтому если вдруг что-то пойдет не так, а владелец придет, опять-таки придет громить каиннику, чтобы на самом деле все сделали не так. Владельца надо заранее предупреждать о том, что это действительно не входит в стандартный перечень инструкции, но как бы есть подкрепленная научная база доказательная, что мы действительно так можем делать. И медикаментозная кастрация услуг. Ну как бы казалось бы, что этот имплант сопряжен с показаниями медикаментозной кастрации, что, наверное, регуляция гонодально абориальной оси и у собак и гонодально стекулярной оси у кобелей происходит примерно одинаково, то есть есть ГНРГ, который стимулирует гипофиз, который выделяет ФСГЛГ, и дальше это все действует на половые железа, на яичники или семенники, вызывая продукцию тех или иных уже конечных половых гормонов. Но мы помним про то, что у суприлорина есть такой волшебный эффект, волшебного взрыва в течение первых двух-трех недель, в чем основная проблема с суками. Что когда мы ставим этот имплант для медикаментозной стерилизации временной, мы получаем с вами эффект после имплантации взрыва в первые две недели. А когда у нас есть гиперстимуляция со стороны головы яичников, то в этом случае яичники стимулируются для прихода в очередной эстральный цикл. То есть, по сути, мы ставим импланты для стерилизации собаки женского пола и при этом этой имплантации вызываем течку. И если мы хотим действительно достигнуть медикаментозной контрации сук, то есть время определенное для установки этого импланта суприлорина, которое оптимально для того, чтобы минимизировать вот этот эффект прихода в течку это ранний диеструс, то есть это первый месяц после окончания физиологической течки. В этот период лучше всего устанавливать имплант суприлорина. Почему? Потому что в тот момент, когда собака находится сразу после окончания течки, она еще находится под действием гормона прогестерона, и он как бы не даст ей запустить новый очередной эстральный цикл. что же касается тех собак, которые находятся в периоде полового покоя уже на момент постановки импланта, то можно использовать схемы, связанные с применением магистрола ацетаты, это там прогестерон синтетический, который можно давать в течение чуть больше недели, и на четвертый день приема ставится имплант. По сути, этот имплант будет стимулировать эстрогеновую активность в яичниках, а синтетический прогестерон будет обманывать организм, он будет думать, что организм все еще находится в периоде типа беременности, и в этом случае проявление именно течки после установки импланта сходит на нет. Если вы, конечно, поставите после 5 месяцев от физиологической течки импланта будете ждать, что течки не будет, она будет, поверьте, потому что чем позже физиологической течки мы этот имплант устанавливаем, тем более вероятно стимуляция нормального очередного цикла эстрального, то есть той же самой течки. И после окончания действия импланта у нас фертильность у собак абсолютно нормально восстанавливается, то есть в первую же течку после окончания действия импланта собаки были повязаны и сэвулировало 94% собак, то есть это в среднем нормальный показатель беременность, частота беременности 72%, это тоже, кстати, физиологический показатель, то есть у собак в среднем частота беременности при натуральных вязках на самом деле даже немножко ниже. И размер помета в среднем это 4,5 щенка, то есть фертильность, мы можем говорить, что фертильность восстановилась до ожидаемой без имплантации. Вопрос с медикаментозной стерилизацией сук еще связан с другим моментом, это действие длительность действия этого импланта, потому что обычно мы ожидаем, что у крупных сук эффект импланта будет примерно полгода, а если собака циклирует раз в полгода, то получается, что мы почти ничего не выигрываем. У мелких сук мы можем выиграть до года, иногда даже до полутора. У средних сук иногда до года может этот эффект сохраняться, но как бы надо иметь в виду, что если мы его хотим использовать для медикаментозной стерилизации по тем или иным причинам, то тогда надо реимплантировать этот имплант каждые полгода или через 5,5 месяцев, чтобы действие одного на другой накладывалось, и вот этот вот тогда в таком случае если один имплант еще работать не закончил, а второй мы уже поставили, то вот этот эффект гормонального взрыва мы переживем практически без каких-то выраженных изменений, то есть не будет течки. Маленький клинический случай, есть собачка Шерри, померанский шпиц, в возрасте примерно 3 лет, и обратились в клинику по поводу установки имплантства Суприларина, хотят медикаментозную кастрацию, не хотят кастерировать эту собаку, потому что собака ценная, имеет лиминую ценность. Что делать? Поставили имплант Суприларина, почему? Потому что циклирует каждые 3 месяца, потому что каждые 3 месяца у нее течка. На данный момент в ближайший год щенков от нее по плану не требуется. И что мы видим? После установки импланта Суприларина закончилась течка, доктор сделал все правильно, после установки импланта Суприларина поставили в ранний диеструс, то есть в первом месте после окончания течки, и через 3 месяца владелец застукал эту собаку Суприларином, стерилизованную в замке с кобелем. Внимание, вопрос, чего пошло не так? Что забыли? Кто знает? Никто не хочет написать мне ничего. Ну давайте, напишите. Еще варианты. Анна, прекрасный ответ. Я старая зануда, где будет здесь написано? Провели УЗИ яичников перед имплантацией матки, убедились, что патология не отмечена. Нет, нигде это не отмечено. Мы просто зашарашили имплант Суприларина в надежде, что течки у нас останаются. Еще варианты-то есть какие-то? Ну застукали в замке с кобелем. Ну стоит она в замке и стоит. Ложная охота не бывает. Не бывает ложной охоты. Охота бывает настоящая. Ну и собственно охота-неохота это такой термин течка-не течка. Для того, чтобы вообще понять, что происходит в этой ситуации, первое, что бы надо сделать, это понять, а с чего эта собака вдруг там в замке стоит. А вдруг она, ну как бы, эта собака вообще по жизни страдает прекрасным либидо. У меня там есть пара Йорк и Йориха, которые чудесно совершенно вяжутся в течку, вне течки, когда угодно. И эта собака привезла вот не этот шпиц, а собачка, которая вяжется в любую стадию цикла со своим любимым кобелем. Как раз в клинику привезли по поводу подозрения на вагенит, потому что у нее постоянное выделение из влагалища, мы берем мазок, но да, у нее там есть небольшое воспаление, но у нее там полное влагалище сперматозоидов еще в мазочке. Вот. А здесь тот вопрос, который мы для себя должны решить, вот когда ее застукали в мазке, это все-таки в какой-то стадии цикла собака находится. У меня почему-то тоже сейчас кастрированная картинка. Но это вагинальная цитология. Здесь на вагинальной цитологии мы видим большинство клеток влагалищного эпителия безъядерного поверхностного ороговевшего эпителия. Этот эпителий как раз нам говорит о том, что собака-то втечки. А почему собака втечки? Что имплант не подействовал? Действительно, очень часто при наличии кист-яичников мы не будем видеть никакого эффекта цуприлорина. Это касается и кошек, это касается и собак. То есть мы можем поставить имплант для того, чтобы уменьшить частоту течек, потому что нам это сейчас не нужно владельцу, это неудобно и не нравится. Не исключить патологии яичников, которые вызывают учащенные течки, а именно кист-яичников, опухоли яичников. И дальше мы не получим хорошего терапевтического эффекта, а стоимость импланта субрилорина достаточно высокая. Мы получим негативный фидбэк от владельцев, что мы шарашили имплант, который стоит в районе 7 тысяч, и при этом не сделали УЗИ за тысячу, которая бы сказала, что эти деньги тратить не надо. Нехорошая ситуация, нехорошая. Действительно, показания обязательно перед установкой импланты субрилорина собакам женского рода всегда проводить у яичников, у Е-матки, потому что как патологии яичников являются противопоказанием к имплантации субрилорина, но вот в таком случае, как вы видите, эффекта не будет. Так и патологии матки, которые могут обостриться в период гиперстимуляции, могут стать для нас проблемными. То есть, если, например, у собаки есть кистозная гиперплазия и мы ставим имплант субрилорина этой собаки, и мы все равно в течение первых двух недель тот или иной взрыв будем иметь, мы можем ухудшить просто состояние матки. Любые патологии матки на данный момент это к имплантации в принципе противопоказание. То же самое касается кобелей, у которых есть доброкачественная гиперплазия, предстательная железы. Здесь надо имплантацию проводить с аккуратностью. Что еще осталось вне инструкции? Сейчас, секундочку. Стимуляция эструса у собак. Это очень интересное применение и здесь нам интересен эффект медикаментозной кастрации. Как раз не тот самый эффект, когда через две недели у нас гипофиз перестает отвечать на гиперстимуляцию, перестает выделять гонадотропины. А эффект первого взрыва в течение двух недель, который наблюдается после установки соприларина, взрыв секреции фолликул стимулирующего ретонизирующего гормонов. Если у нас есть собачка, у которой нет течек в течение длительного времени, но здесь заметка на полях всегда очень важно, учитывать, что есть скрытые течки, есть бескровные течки и отсутствие течек. Скрытые течки это две большие разницы. Если собаки действительно первичные или вторичные анеструс, саприларина это прекрасное средство для того, чтобы эту проблему решить. Есть еще вторая беда, это собаки с анавалюторными течками, которые текут, течку демонстрируют, но при этом в течение течки у них чего-то не хватает для того, чтобы овуляция произошла. Так как в нашей российской диагностику более детальную таких проблем мы не можем себе позволить провести, потому что у нас нет возможности исследовать уровень ФСГ и ЛГ у собак в принципе в России, то имплант суприлорина в этом плане один из самых эффективных методов, потому что он позволяет в течение суток достаточно равномерно высвобождая большие дозы дослорелина, аналога ГНРГ, стимулировать гипофиз и постоянно вызывать гиперсекрецию, такую непульсивную, когда мы вводим инъекции на препарат, а именно близко к физиологическому, когда в течение дня у нас постоянно поступает достаточное количество ГНРГ в аргамину, мы можем физиологически позволить этой собаке все-таки дорастить фолликулы, увеличив секрецию гонадотропинов и до идти период овуляции. Есть большое количество исследований по индукции аструца, есть большое количество исследований по стимуляции овуляции с помощью суприлорины, действительно очень эффективная методика, действительно работает. Только вопрос контроля, что мы не можем воткнуть собаке суприлорина и сказать идите на 10-й день, потому что примерно на 10-12 день при суприлорине, при индукции течки наступает овуляция. Нет, это сделать наверное не очень правильно, потому что надо все-таки отследить регистрончик и отследить, когда у собаки действительно овуляция наступает, чтобы они были повязаны четко во время, потому что не всегда клинические признаки соответствуют. и есть второй момент, когда у нас так случается по крайней мере постоянно, каждый третий владелец, которому мы пытаемся поставить имплант суприлорина, говорит, да-да-да, мы им объясняем все, что это применение оффлейбл, что это имплант, который в России лицензирован только для медикаментозной стерилизации кабелей, говорит, кивает головой, соглашается на все, мы подробно объясняем, как это работает, как мы дальше будем все мониторить, что мы дальше будем с этим делать, и раз через раз нам через день или два звонят в клинику владельцы, практически озлобленные, со словами, извините, вы вообще с ума сошли, вы хотите нашу супру стерилизовать, мы тут посоветовали с друзьями, там же написано, что это имплант для кастрации, и ты, значит, как панамар начинаешь по второму кругу совершенно спокойно еще раз рассказывать все то же самое, что ты рассказывал при приеме, когда отпускал этих владельцев, кивающих, добродушных, довольных, как жирафа, что их собачка наконец-то что-то может и родить, и, собственно, по второму разу объясняешь, говоришь, да-да-да, да-да, но на самом деле все не очень так, и обычно ничего страшного не происходит, происходит вот такая обратная связь негативная в двух моментах, когда ты не проинформировал владельца должным образом, что как бы не бойтесь, не пугайтесь, все нормально, и мы вообще понимаем, что делаем, либо когда у владельца есть очень сильная сторона поддержки со стороны заводчиков, которые готовы до потери пульса, убеждать, что мы не совсем в себе, что в инструкции это написано совсем не так, но этот препарат действительно имеет очень много таких интересных применений оффлейбл, не только среди кошек и собак, но и среди животных, других видов, и после индукции эстроса, вот именно когда у нас течка не наступает, у нас обычно действительно овуляция происходит в большом проценте случаев, и наступает овуляция примерно в 10-12, иногда это удобно, когда нам надо провести синхронизацию течки, есть несколько подводных моментов. если к вам пришел владелица говорить, что мне нужно, чтобы собака потекла прямо сейчас, прямо сейчас, сию секунду, но вы выясняете, что последняя течка у нее была меньше пяти месяцев назад, то надо понимать, что для того, чтобы развить очередной эстральный цикл в полном объеме, чтобы это был полноценный эстральный цикл, чтобы он закончился овуляцией, достаточно только в пингюре собаке суправарин. Если вы устанавливаете суправарин меньше, чем через пять месяцев после окончания течки, чем ближе к течке вы его ставите, тем больше вероятность, что либо не наступит течка на суправарине, но это обычно случается, если поставить сразу после окончания цикла, либо она пройдет инвуаляторно. И это очень важный момент, потому что действительно организму требуется достаточно большой период отдыха для того, чтобы репродуктивный тракт отдохнул и был полноценно физиологически готов для того, чтобы вырасти следующую генерацию поликулок и следующий эстральный цикл у нас свершился. Об этом мы тоже должны предупреждать. В идеале рекомендуют имплантацию не меньше, чем через пять месяцев после окончания физиологической течки, но лучше, чтобы это было через семь месяцев после окончания физиологической течки. Тогда эффективность значительно возрастает. У нас вот тут недавно ездила Салюкия на вязку Финляндию замороженной спермы и хозяин обратился с этой собакой по поводу отсутствия течек в течение более года. И ему был установлен план Супреларина. Собака живет в очень крупном питомнике. собственно, на Супреларине она эффективно потекла. А, не, не Салюки, Грейхаунд. И на Супреларине она отлично сегулировала. И была она на УЗИ две недели назад. и мы нашли шесть плодных пицц и одну резоркцию. То есть такая нормальная, полноценная, развитая, многоплодная беременность. Владелец, конечно, почесал репу и сказал, что мои обычно рожают по 8 от заморозки минимум. Мы поплакали, посочувствовали, мы сказали, что, знаете, это все-таки стимулированная течка, может быть, не так все радужно, как при нормальной физиологической процедуре. Ну и второй момент, который надо обязательно помнить, пока нету по поводу вот этого вопроса, что делать дальше с саприларином. После того, как овуляцию мы спровоцировали, как течку мы спровоцировали, удалять этот имплант или не удалять. Потому что, по идее, после того, как будет этот период гиперстимуляции, взрыва гормонального, у нас наступает действительно период сенсибилизации гипофиза и отсутствия ответа нормального и фолликул стимулирующий, литонизирующий гормон перестает вырабатываться. А в процессе беременности некоторые уровни ФСГ и ЛГ физиологически нужны. То есть, если мы их сводим на ноль, то достаточно часто мы можем просто не доносить эту беременность до конца, потому что будет вот такой эффект гипогонатизма. И второй момент, обычно после таких стимулированных овуляций мы рекомендуем контролировать прогестерон после вязки, потому что у собак достаточно часто тоже есть гипогонатизм, они имеют тенденцию роднять прогестерон раньше времени и пытаться абортировать беременность после стимуляции с фрилорином. Поэтому за такими собаками иногда приходится пристально следить не только в момент имплантации, то есть определять прогестерон, все дела, искать точный день овуляции, все менять вовремя, но еще и потом эту собаку контролировать в беременность, чтобы она не обрушила свой прогестерон раньше времени и не абортировала этих драгоценных щенков. Часть из них доношивает на заместительную терапию, прогестерон, доношивает вполне себе нормально, эффективно. Ну и собственно лучшие результаты при использовании суприлорина для индукции эструса это имплантация поздней анеструс, то есть чем ближе к началу физиологической течки вы его поставите, ну там через 6-7 месяцев после окончания предыдущей течки, лучше результат вы получите. Ну и собственно по поводу на данный момент по поводу необходимости удалять или не удалять имплант пока таких однозначных данных нет. Но удаляется очень просто, на самом деле есть золотое правило, всегда ставь в область пупка по белой линии живота этот имплант и чтобы его удалить собаке не требуется анестезии, собаке не требуется седация, как только мы получили результаты, что прогестерон достиг аволиторного уровня, через день, через два этот имплант легко удаляется, кожа обкалывается ледокаином, даже я, как бы не хирург, со своими неопытными с точки зрения хирургии руками, вполне себе спокойно и нормально могу этот имплант удалить. Главное удалить его целиком, этот имплант не сломать, кожа препарируется и дальше просто этот столбик удаляется, он не очень рыхлый, он прям не сыпется, но в руках просто аккуратненько вы понимаете и все, собаке очень неплохо эту процедуру терпят. Что еще у нас осталось вне инструкции? Ну давай, грузись на пупсик. Есть еще такая вещь, как недержание мочи у СУК. Я вам честно могу сказать, там на данный момент каких-то однозначных данных, почему это там круто работает и почему это действительно помогает, мы точно не видели, то есть подтверждения механизма работы этого импланта у нас на данный момент нет, но один из вариантов, почему он действительно работает, это предполагает наличие рецептора гонадотропинрелизин гормона в уретре и в мочевом кузыре и может быть как-то позитивно влияет снижение супрессии синтеза и выделение фолликулостимулирующего или тонизирующего гормона, потому что у собак кастрированных фолликулостимулирующий или тонизирующий гормон выделяется всегда в огромных количествах, потому что просто нет механизма отрицательной обратной связи эстрогены в организме подавляют сбыточный синтез ФЛГ и ЛГ когда мы убираем гонады у нас ФЛГ и ЛГЛ таких животных у кастрированных у кобелей выделяется постоянно в огромном количестве и кто знает но когда случился очередной опердимонокль с пропалином и когда он пропал мы установили наверное штук 8 за небольшой период времени имплантов саприлорина и он действительно помог большинству услуг то есть по-моему это только одна собака у нас не показала какого-то волшебного радужного эффекта но в большинстве случаев он действительно помогал и по некоторым исследованиям примерно там 50% больше чем 50% 7 из 13 суток с недержанием мочи после имплантации улучшили ситуацию с недержанием по некоторым исследованиям это улучшает контроль и это улучшает эффект приема пропалина то есть когда у нас есть собака которая на пропалине перестает нормально ходить в туалет начинает опять писцы начинает иметь опять подтекание несчастной мочи то иногда может быть суприларин не будет иметь такой волшебный эффект в монорежиме но он может иметь эффект улучшения контроля с помощью пропалина то есть пропалин может на фоне него лучше начинать работать и вот одно из исследований продемонстрировало уменьшение вот этого эффекта неконтролируемого мочи спускания подтекания по каплям до полного благополучия через год после имплантации то есть это действительно может иметь такую вот новую перспективу в контроле недержания есть даже алгоритмы которые позволяют играть вариантами если у вас нет ответа на фенилпропаноламин вы можете воткнуть суприларин если нет суприларин ответа можете начать использовать пропалин но тут надо помнить что суп с недержанием мочи должна быть так же как и любая другая собака перед принятием решения о выборе того или иного метода лечения быть на 100% обследованы должны быть исключены как минимум инфекции репротракта есть еще такая проблема как X-аллапеция и действительно у суприларина есть неплохая эффективность какие-то исследования говорят что у кобелей эффективность от 55 до 75 процентов все исследования чуть-чуть по-разному проявляют какой-то ответ положительный но на самом деле те пациенты дерматологов которые до нас доезжали у большинства был действительно неплохой эффект на суприларине обрастание шерсти тут такой случай из могильничка один из последних кобелей которым поставили коллеги имплант суприларина оброс после установки то есть такие специфические аллапеции прошли он оброс похорошел покрасивил и владельцы переходя на повторный прием к дерматологу к своему задали такой замечательный вопрос типа вот вы знаете он у нас такой хорошенький все хорошо нам так все нравится а когда закончится имплант суприларина нам бы поскорее повязать его вопрос дилематический потому что как только закончится действие суприларина скорее всего он снова облезет поэтому этим собакам рекомендуется повторная имплантация до окончания действия суприларина и надо иметь обязательно внимание что при повторной имплантации не всегда при суприларине наблюдается такой замечательный эффект бывают кобели которые после первой установки импланты суприларина дают волшебный эффект они действительно обрастают а бывает что первый имплант мы ставим оброс второй имплант поставили через какое-то время он как терял шерсть так и продолжает вообще никакого эффекта нет взяли кастрировали бац оброс непонятно почему на данный момент на данный момент мы что-то конкретное по этому поводу как репродуктологи сказать к сожалению не можем но дерматологи тоже наверное не очень могут объяснить почему этот план у некоторых животных не срабатывает мне кажется что есть какая-то проблема в том что очень полифакторная причина и в каких-то задействований по новым гормонам или их метаболиты в каких-то не задействований поэтому можем иметь такой ответ не очень понятный и при недержании повторная имплантация через 6 месяцев слушайте если это крупная гигантская собака то мы рекомендуем через полгода потому что ну технически он действует в течение полугода и тут как бы хочется не допустить рецидива недержания чтобы потом опять ожидать там в течение нескольких месяцев улучшения обычно после имплантации при недержании мы эффект улучшения видим примерно через месяц но хорошее восстановление наступает через несколько месяцев прям улучшение 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 поэтому лучше 6 ну и есть такая проблема как щенячья шерсть тут как бы тоже можно использовать суприларин в качестве терапевтического агента и обычно эта проблема ассоциирована у собак которые были кастрированы в раннем возрасте тоже неплохо статистически неплохо достаточно работает ощеняйте шерсть она такая пухлявая многим владельцам просто не очень нравится но она как бы в уходе не очень простая не грудится а у всех зависло видео нет о хорошо а у меня слайды не грузятся о загрузилась с точки зрения доброкачественной гиперплазии простая опять-таки вернемся к нашим кабелям есть у нас там кабель у которого есть по моему мнению наиболее частая показания кастрации у кабелей это как раз простатит и доброкачественная гиперплазия предстательной железы потому что мы все знаем что это гормон зависимой патологии нет тестостерона нету стимула к росту простати у простаты нету стимула к росту простаты обратно уменьшаются и усыхают в течение короткого времени суперэффект волшебный эффект от медикаментозной кастрации мы в принципе видим тот же самый эффект нет единственное что этот эффект обратимый то есть как только действие медикаментозной кастрации закончится простаты вырастет вновь до нормальных размеров понятно почему это не подходит для племенных кабелей потому что как только у племенного кобеля простаты вырастет до нормальных размеров у него появится нормальный сперматогенез и тут качество спермы будет страдать из-за опять-таки вернувшегося простатита то в то время когда у нас будет нормальная по размеру простата у нас не будет сперматогенеза из-за того что медикаментозная кастрация просто подавляет тестостерон сперматогенез в принципе поэтому для лечения ДГП мы как бы этот имплант можем применять но только у тех кабелей которые в племработе не интересны и есть еще один важный момент помним опять вернемся к нашим баранам что после имплантации период гиперстимуляции у нас будет в течение двух недель то есть как только воткнул имплант первые две недели после установки у нас тестостерон будет шарашить в нормальных объемах и это может постигнуть к ухудшению ситуации с предстательной железой во время первых двух недель жизни и дальше потом будет некоторое улучшение поэтому владельцев надо обязательно информировать об этом что возможно такая бедулька и предупреждать и мы на самом деле не очень рекомендуем использовать суприларин для лечения гиперплазии простаты особенно такой развесистый потому что вот этот вот негативный эффект в течение двух недель может вам сильно жизнь попортить есть другие препараты просто которые достаточно неплохо справляются с этой работой чего еще осталось в ней инструкция у нас же есть еще кошки кошкам тоже можно ставить имплант суприларина славки меня опять не грустите спасибо а кто вы рублей começo с Ура, заработала. В чем плюс у кошек к применению соприларина? Тот же самый эффект мы можем получить в полезной медикаментозной констрации. Единственное, что эффект мы можем получить от полугода до трех лет. И минусом является непрогнозируемая длительность эффекта соприларина. Потому что, как вы заметили, на собаках чем меньше особь, тем лучше мы наблюдаем какой-то положительный, хороший длительный эффект. Чем крупнее животное, тем быстрее этот имплант перестает действовать. Соответственно, кошки достаточно мелкие, относительно мелкие животные. У них этот эффект может сохраняться действительно до 36 месяцев, до 37. И тоже можем наблюдать повышение активности после имплантации. Но, как правило, в большинстве случаев мы наблюдаем эффект на него хороший, нормальный в течение года. У кошек в среднем. Но есть там животные, которые действительно до трех лет ходят. Например, личный кот в одной нашей коллеге продержался один год, на другой три года. И действительно, половое поведение нежелательно сократилось в момент после имплантации. Продолжение следует... Что касается котов, то плюс огромный в том, что этот препарат не имеет побочных объектов. И нет биологических каких-то эффектов, то есть изменений в анализах крови, в биохимическом, герметологическом. То есть он достаточно абсолютно безопасен, судя по исследованию металлически, судя по тому, что мы наблюдаем. И при этом достаточно эффективен. Но если у кобелей мы имеем снижение продукции тестостерона в среднем к 35-му дню, обычно месяц и дальше все уходит на нет. То есть очень быстро у кошек вот это вот снижение секреции тестостерона, соответственно снижение либидо, снижение спермопродукции и всего остального, оно немножко более отсрочено. То есть за месяц тестостерон руханул до базального уровня. У половины котов в одном из исследований и часть котов продемонстрировала падение уровня тестостерона после 80-го дня, это примерно 2,5 месяца. И примерно 10%, то есть в этом исследовании, это один из 10 котов, имел нормальные уровни тестостерона и упали они до базальных только к 27-й неделе. То есть это достаточно длительный период времени, когда у кота действительно сохранялся нормальный тестостерон. Это что значит? Что оно будет сохранять нормальное либидо, нормальное половое поведение, нормальную спермопродукцию, что самое важное. Поэтому после имплантации у котов нельзя гарантировать, что через месяц этого кота смогут выпустить в питомник, в открытое содержание к кошкам. И владелец питомника кошачьего может быть абсолютно безопасен, что этот кот не фертилен. Нет, ничего подобного. Он может сохранять фертильность достаточно длительно, то есть в срок до 5 месяцев. После установки еще какое-то время дальше он будет находиться в стерилизованном, временно стерилизованном состоянии. То есть об этом надо обязательно предупреждать. И желательно раньше, чем через 2 месяца, такого кота до свободного содержания кошками не допускать. Еще как можно проверить, можно ли уже выпускать кота кошкам или нет. Как мы можем это пощупать? Пощупать это очень легко. Мы можем оценить, скажем так, размер семенников, которые достаточно прогрессивно сокращаются. И сокращается ощутимо и значимо. На фотографии видно семенники кота до имплантации суперларины, семенники, когда тестостерон руханул до базального уровня. Потому что как только нет нормального сперматогенеза, как только у нас тестостерон упал, сперма перестает продуцироваться. И ничего к этому не приводит. Как только нет нормальной продукции спермы, у нас объем семенников уменьшается. Потому что когда нет функционирования нормального, они действительно очень маленькие. То есть там объем ткани делящихся клеток в разы уходит. И второй момент, еще прямое отражение продукции тестостерона у котов, это спикулы на половом члене. И обычно в течение месяца после снижения уровня тестостерона, они атрохируются. И если у нас у нормального кота с нормальной продукцией тестостерона спикулы на половом члене присутствуют, это дело шипики на пенисе, и есть махнотушки, махрушки, называются они спикулы, то у стерилизованного кота половой член будет без шипиков, он будет абсолютно гладкий. После хирургической кастрации мы видим, что через месяц эти спикулы пропадают у практически большинства котов. После суприлорина в среднем это через 60 дней. То есть пока этот тестостерон ухранет, месяц и еще месяц нужно на то, чтобы эти спикулы сгладились. Да, совершенно верно. То есть у котов есть на самом деле такая вот очень простая и очень удобная вещь, когда мы можем взять и посмотреть, есть тестостерон в организме или нет. Кастерирован он полностью или криптор тоже помогают как раз оценить спикулы на члене. Очень удобно. Продолжение следует... О, заработал. Ну и средняя продолжительность действия у котов после имплантации, именно с точки зрения стерилизации, примерно 15 месяцев. Не, по белой линии живота мы ставим только тогда имплант, когда нам очень надо его удалить. И, например, если нам нужно временно вывести кота из разведения, то действительно рекомендуется устанавливать его по белой линии, чтобы можно было в любой момент, как только надоест, его достать. Но по восстановлению репрофункции у котов, если кот нужен в племработе в ближайшее время, то имплант рекомендуют устанавливать и удалять примерно через 4 месяца после имплантации. Потому что по прошествии 4 месяцев, когда он уже стоит в жиру под кожей, он начинает разрушаться, становится хрупким, и его еще инфильтрирует окружающие ткани, где он находится, и его бывает трудно удалить полностью. То есть если вам нужен кот с потенциально обратимым в любой момент эффектом, то мы ставим суперлорин, 4 месяца проходит, мы этот удаляем имплант, и если нам пока еще нужно, чтобы кот был кастрированный, мы ставим следующий. И вот так вот реимплантация каждые 4 месяца, потому что если вы поставите, попытаетесь у кота этот имплант удалить через 6 месяцев, через 8, нет никакой гарантии, что вы сможете а, удалить его полностью, и б, не будет инфильтрации окружающих тканей. То есть можете его удалить позже, но просто эффект может так и остаться, до тех пор, пока сам уже не рассосется физиологически. И после удаления в течение 4 месяцев у котов наблюдают возвращение к норме, уровня тестостерона, возвращение к норме продукции спермы и качества спермы, и возвращение к норме размера семенников. То есть вы не то, чтобы прям удалили имплант, он через полтора дня побежал жениться, к кобели, собственно, они требуют иногда достаточно длительного времени. То есть если у кобелей короче период, когда мы видим эффекты медикаментозной кастрации, короче период восстановления, то есть как правило, это там от месяца до двух с половиной, то у кошек это примерно 4 месяца. Может длиться эффект стерилизации, то есть когда вот это все уходит на нет. И примерно 4 месяца иногда требуется на восстановление, то есть в среднем 4 месяца нужно на восстановление. В этом случае тогда ставим по белой линии. Вот так, если нужно воткнуть и забыть, это, например, идеальный способ контроля у котов с гипертрофической кардиомиопатией, то есть такие вот пациенты-кардиолога отчасти становятся нашими пациентами, у которых нельзя проводить хирургическую кастрацию. Ну, потому что, потому что, потому что. А кот, который является пациентом-кардиолога, который получает кучу просто всяких разных кардиологических препаратов для контроля своей сердечной функции, плюс еще засывает весь дом вонючей мочой, ну, вот насколько у владельца будет позитивное подкрепление, стараться лечить эту зверюшку качественно, чтобы максимально долгое время она у него прожила. Мне кажется, никакой. Ты его пичкаешь таблетками, он дерется, кусается, так еще и писает вонючей мочой по всему дому. Ну, и, собственно, кошки с ГКМП тоже могут стать хорошими пациентами для имплантации, но кошек, как и у собак, тоже может быть первый вот этот вот взрыв и вызов петечки сразу после имплантации. Вот. Поэтому тут надо быть аккуратнее. И у кошек эффективное подавление течек мы наблюдаем после имплантации милосамок в течение 6-24 месяцев, то есть это от полугода до двух лет. Но при имплантации, как и у собак, по тому же самому механизму, из-за гиперстимуляции мы будем видеть стимуляцию первого эстроса. То есть надо быть аккуратными, потому что вы воткнули имплант для медикаментозной кастрации, сказали люди, ну вот, мы сделали ей медикаментозную кастрацию. Люди такие пришли, ля-ля-ля-ля-ля, выпустили кошку на дачу, она у них там погуляла, но они же думают, что она стерилизована, а через два месяца они вам, значит, котят впадали, приносит в клинику и скажут, ну, какие мы молодцы, смотрите, как вы здорово кастрировали нашу кошку, задорого. Поэтому первую течку после имплантации надо обязательно контролировать, потому что она может быть прекрасно фертильной, так же, как у собак. Вот, и если у нас есть животное, у которого есть синдром роминантного яичника, и владельцы просто уже не хотят вторую операцию, там, или третью по счету, в поисках этого грешного яичника, но жить с этой орующей зверюгой они тоже не могут, то, ну, как бы, саприларин может стать таким хорошим применением, хорошей опцией для того, чтобы справиться с проблемой, но, опять-таки, она, правда, получается более дорогостоящей. Ну, не грузится у меня слайда, я их не вижу. Вижу только через какое-то время. Ладно, ну, немножко зарядки для ума. Был у нас тоже такой пациент, достаточно интересный, доберман, которого привезли в клинику для консультации, и основная жалоба, которая звучит именно от владельцев, что их беспокоит, что у них есть такая прям выраженная, сине-черная пигментация на половом члене. И кобель в течение года уже имеет эту пигментацию. Уже пробовали несколько курсов антибиотиков, пробовали промывание антисептиками, пробовали местные противобактериальные мази, и, собственно, никакого эффекта нет. Но при этом еще как бы кобель-то этот страдает определенной степенью анонизма. То есть, ну, это было за ним замечено еще и до того, как год назад у него часть члена почернела. Но не всегда, но да. Но это то, что считают владельцы. И в течение последнего года отмечают более выраженное вылизывание и постоянный интерес к области полового члена. То есть, он действительно вылизывает, нализывает, что-то его беспокоит, он туда постоянно лезет, либо, может, ему еще как-то нравится. И в качестве лечебных мероприятий проводили такие пульсовые курсы антибиотикотерапии. Эти пульсовые курсы антибиотикотерапии не помогали, не имели хорошего какого-то ответа именно с точки зрения симптоматики. Ни пигментация не уходила, ни вылизывание не прекращались. И курсы были 10-дневные амоксицелином с клавалановой кислотой и еще, по-моему, какой-то группой вторхиналонов. Там какой-то короткий тоже курс был. А, нет, цифалоспорина третьего поколения мы использовали с инъекционом в течение дней 10. Но это не имело эффекта. И в качестве решения вопроса была предложена кастрация, по поводу чего владельцы категорически сказали, нет-нет-нет, он у нас там через год-два закроет все выставки и пойдет на чемпионские вязки. Поэтому он нам интересен как племенной окобелитет. Мы там выставляемся, просто пока не закрылись. И была предложена биопсия измененного участка. Что в этой клинической ситуации мы можем упускать? Вообще, мне интересно ваше мнение, правильно ли в этом случае предложить вместо кастрации имплантцу прелорина. Я вам сейчас фотографию просто покажу, посмотрите, как это выглядит. Первое, что я полезла осматривать, это его пигментированный пиловой член. Никто мне ничего не хочет писать? Или никто просто фотографию не видит? А почему надо суперлорин? Олег, зачем нам суперлорин? Я ничего не вижу, слушайте. Сначала вы ничего не видели, теперь я ничего не вижу. Это, видимо, моя карма. У меня с вебинарами вот так вот через раз просто. Это моя ноша. А, круто, потому что выше везде он помог. Блин, ну я не могу ничего сделать. Я могу потом фото в этот вебетре про на фейсбук выложить этого полового члена. Юху, я вижу фото. Ну вот это, вот это что такое? Вообще, как бы, ну вообще, так выглядит травма. Полового члена, вот эти синие участки, это не совсем пигментация, действительно травма. Травма полового члена. И что в этой истории не учтено? То есть, вот пришел к вам такой пациент, вы его послушаете, посмотрите на его вот эту вот пищечку, ну скажете, окей, давайте поставим суперлорин и поглядим, что будет. Все, больше ничего, разве не хотим с точки зрения там врача с ним сделать, как-то его дообследовать, а понять, а почему он пытается отгрызть себе пищу? Нет? Нет. Нет. Ну, нет, на самом деле, может быть, все, что угодно, но владельцы люди достаточно адекватные, они как бы не замечали его за проявлением половой охоты на предмет окружающей среды, в том числе деревья и прочие кустарники. Нет, не замечали. Но самое смешное, то, что в этой истории мы не знаем про причины зуда, про причины дискомфорта, почему он все время пытается лизать, грызть, покусывать. Может быть, у него есть какая-то проблема, связанная с уретритом, может быть, у него есть какая-то проблема, связанная с теститом. И при обследовании этого кобеля, естественно, перед тем, как мы должны воткнуться при ларене, мы должны исключить патологии репродуктивного тракта, которые ухудшаются на гиперстимуляции тестостероном и гонадотропинами. То есть, в первую очередь, мы должны исключить доброкачественную гиперплазию молочной, ой, доброкачественную гиперплазию пристательной железе. У кобеля в 2 года может быть доброкачественная гиперплазия простат, и может быть простатит. И такое случается. И у этого кобеля действительно была большая простата на УЗИ, порядка 6,5 сантиметров. И у этого кобеля действительно был страшный мочевой сутолшенный стенки со взвесием. И при заборе мочи у него получена значимая бактериурия. И действительно, первый из диагнозов, который мы ему поставили, это цистит простатит уретрит. А уретральный дискомфорт может вызывать звук и достаточно сильные неприятные ощущения. И если у нас есть такая проблема, будем ли мы иметь отличный положительный эффект, если мы воткнем кобелю имплант суправарина и отпустим его домой, посмотреть, о чем будет дальше. Не назначив ему адекватное лечение инфекции мочеводелительного тракта, я полагаю, что это будет очередной потерянный клиент, который потом пойдет дальше искать врачей, которые как-то будут докапываться до истины. Поэтому, конечно, перед тем, как принять какое-то решение, мы должны иметь представление о пациенте в полном объеме. Если владелец считает, что это все-таки проявление полового поведения, все равно надо доносить до него, а эти владельцы, кстати, не считали, что это проявление полового поведения, все равно надо доносить до таких людей, что иногда это может быть боль, дискомфорт и действительно признаки инфекции мочеводелительного тракта. Поэтому с этим кобелем мы выбрали совсем иную тактику и стратегию. Мы выбрали тактику антибиотикотерапии, тактику медикаментозного уменьшения размера предстательной железы. Без медикаментозной кастрации, другими препаратами тоже производят фирмы Вирбок, а именно и пазалом. И через две недели мы увидели отличный эффект на размер простаты. Через две недели мы увидели хороший анализ мочи. Но на данный момент лечение антибиотиками пока продолжается. И самое интересное, через две недели мы увидели значительное снижение интереса этого кобеля к половому органу. Почему в этом бы случае медикаментозная кастрация была не совсем бы оптимальным методом, потому что проблема все-таки скорее была в ретрите, нежели чем в проявлении избыточного либидо. К тому же начал он это проявлять в достаточно молодом возрасте. Не совсем вяжется у меня в голове у меня с избыточным либидом. Ну, собственно, на этом, наверное, все, что мы хотели рассказать про Суприларину. Конечно, в первую очередь мы про Суприларин Елена Андреевна читала там сто раз. И эти вебинары доступны, и в том числе для Витпрома. И, пожалуйста, ну вот именно с точки зрения коррекции поведения, это на данный момент почему-то стало для нас очень актуальной темой. И интересно много всяких разных подробностей узнали. Поэтому надеюсь, что это будет очень полезно. Вопросы есть? У меня есть время позадавать вопросы. Или поотвечать на вопросы. Давайте. Олег, а я не знаю ничего по поводу бузерелина в масле и его эффективности у животных. Я нигде не видела исследований клинических, которые бы показали, работает это или нет. И мое мнение здесь не имеет никакого значения. Потому что надо провести исследование по этому препарату, сравнить аналоги и посмотреть, работает, нет. Как работает, как долго работает. Так как я ничего не знаю по пролонгированным человеческим ГНРГ-органистам, я ничего не могу сказать. Супреларин как бы одна из форм. То есть это совершенно... Ну, в людской гуманной медицине есть аналоги ГНРГ-органистов. Не, они тоже используются. Просто на данный момент вот у нас из тех, что разрешено в ветеринарии, есть такой препарат. Почему бы нет? Не могу ничего сказать. Я просто по этому препарату вот так вот на скидку. Не знаю. Ну, честно говоря, а в чем плюс-то? Стоимость именно? Не, имплант на рентгене, по-моему, не виден. Ну, и чип на рентгене виден, а имплант, по-моему, нет. Ой, кстати, я этим вопросом не задавалась никогда. Он хорошо очень пальпируйте, если его в живот ставишь, а в холку, то капец, не найти. Он сполнает через некоторое время, и все, и досвидули. По-моему, нет, он не рентген контрастный. Ну, то есть, если вас интересует та история с котом, которым зашарашили 3 года назад суперлорин в холку, и он перестал вязать, то как бы можете помахать ему рукой, или не вяжать до сих пор, то теперь остается только ждать. На самом деле ничего вообще не сделаете. Слушайте, ну, если кошка вес набрала, не знаю, у меня не успевали набрать как-то особо. Но мы не удаляем кошку. Ну, вообще, да, неудобно. На толстых неудобно. Ставьте повыше к мечевидному отростку. Да, 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 ставьте повыше к мечевидному отростку, потому что у них последние сиси же, ну, самые такие. Ну, хотя это кошки. Ну, ну, вот есть проблемы. Ну, хотя он, в принципе, достаточно легко пальпируется, он такой, не маленький. Мы не ставим план под седацией, мы так вот фигачим совершенно спокойно. Причем у меня есть категория таких матерых котов, которые держат весь питомник в страхе. И вот так абсолютно спокойно укладываешь на подушку. У нас есть для УЗИ такие подушки, удобные, с вложбинкой, ну, таким вот вывеликой под спину. Держат кота и абсолютно спокойно втыкаются. У меня есть одна проблема, так как у меня, видимо, слабые руки. Я обычно с трудом могу подкрыть кожу некастрированных котов, и это все выглядит как цирк просто. То есть там надо так нормально себе приложить. Не, тебе не нужно ничего. Втакайте, они даже не замечают. Я тоже, когда первый раз кошки ставила, они, я думала, сейчас орять будет, выкручиваться, она такая бац, одна лежит, вторая лежит, третья лежит. Собаки почему-то иногда больше дергаются, хотя они тоже. Да, ну, вот один в один как чипирование. То есть технически в установке импланта суприлорины нет ничего. Ну, там нет, не надо заклеивать. Вы просто проводите, как бы, инъектор. Вот вы проткнули кожу и не сразу выводите суприлорин, потому что теоретически там дырка-то образуется, и животное вылизывая, может его просто, ну, вылизать. А проводите инъектор чуть подальше от этой дырки, и там уже выводите суприлорин. И потом вынимаете инъектор. И, в принципе, он обычно не вываливается. Ну, я, по крайней мере, ни разу не видела, чтобы он обратно выше. Но при перевозке, при транспортировке очень надо соблюдать подробно технику хранения, потому что этот имплант, он хранится только в холодильнике, и производитель допускает при транспортировке хранить имплант примерно 12 часов без холодильника. То есть около 12 часов, типа, считается, что с ним ничего не будет. Но более 12 часов без холодильника может быть опасно, потому что он просто, ну, дальше не будет работать. То есть вы поставите, эффект не увидите. Такое тоже бывает. Возможно, нарушена техника именно хранения и перевозки, транспортировки. Иногда мы заклеиваем, когда дырка очень большая, животное такое шебутное, мы можем заклеивать клеем для эндоскопии биологическим. А что сверху вниз? Нет, да как вам в руке удобно, какая разница? Когда им этот чип ставить, вам все равно, в каком направлении втыкать. Не все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...